всем здравствуйте из Калуги космической Калуги и мы сегодня с вами побываем в музее космонавтики вот такое здание и потом еще посмотрим на ракету которая находится там за ним и сегодня гололед 13 февраля 2023 года жуткий гололедище но вчера было вообще мы не могли ходить по городу сегодня немножко подтаяло хотя минус четыре вчера было ноль здание громадное ой боже как здесь скользко мама родная можно так разъехаться и упасть я даже боюсь ходить Серега куда-то ушел вот у нас проблема у нас всего два дня в Калуге ну два с половиной почти три-два и все это время вот такая погода когда невозможно ходить мы не смогли погудять по этому городу ух ты какая интересная космическая станция аэрокосмический терминал вот Серега решил сначала погулять вокруг а потом зайти в музей киоски открыты ну что хочу сказать вот это лед вот это просто лед вот просто ты идешь по льду упасть страшно ну потому что жалко свои бедра которые можно не собрать чай не 16 а много косточка уже не такие блин я не знаю как здесь идти он куда-то вырвался как говорят первый вырвался вперед а я за ним не поспеваю вот наш приезд сюда вот все ледяное помрачил именно вот этот ледяной дождь красиво дружненько вот небо сейчас Серегой походить а я не могу он бы сейчас консультировал меня на тему вот этих вот самолетов космических кораблей он все знает я поехали кто-то их пугает так я не знаю как давайте быстренько быстренько до него доберемся быстренько вот так серии борисович что ты можешь рассказать о вода об этом экспонате это самолет или что написано выкрутился ракета какая-то крылатая ракета метеорит м страшненько это какая а это что за ракетки головная часть геофизической ракеты а ну космос мы осваиваем же не просто так геофизика что-то там нам надо в космосе физической точки зрения еще одна с крыльями и без это музей под открытым небом смотря на погоду утром народ гуляет ветра нет здесь хорошо городе ветерок мы выходили из дома метеорологическая ракета предназначена для изучения изучение температуры давления плотности состава атмосферы на высоте 150 170 километров ого какая громадина вау вот это здоровая а это что изучает у нас стратегическая боевая ого находилась на вооружении страны 60-го года здоровейнейшая киос космос не работает космос сегодня закрыт мне кажется здесь проход под землей сереж мне кажется музей должен быть под землей но я так думаю на самом деле я боюсь я уже так скользко что я сейчас спину чуть не вижу да вообще не нужно ходить вообще не нужно идем по снегу погодка сегодня отпад очень скользко минус 4 и гололёдище пытаемся ходить по снегу чтобы не улететь мне это напоминает немножко как мы в туле каток переползали помнишь прошлой зимой тоже было скользко невозможно было пройти государственный музей истории космонавтики имени целковского а это что такое это какая-то маленькая фигулька которая видимо летает приземляется раскрывается слушая это не капсула капсула в которой возвращаются ли она очень мелкая ну чисто я и говорю это чисто мою предполагать горит когда-то не влезет но я предположила чё ты слушай я не знаю пока мы не зайдем внутрь мы не узнаем блин я тут вообще не сойду я так понимаю что тут тут невозможно ага здесь не ходите ходите тут а то снег в башка попадет ногу на фиг сломаешь вот это ракетище так ну что здесь вот в пору одевать варежки у меня они так зарыты далеко в сумке серёга сейчас будет фотографировать так давайте подойдем поближе там посмотрим сейчас большие да вот нам не не повезло все таки с погодой да прямо обидно так как ну то что не минус 30 и не минус 20 как в прошлом году стуле да ооо такая она громадная ну для меня она громадная хотя серёга смотри чтобы не скатиться вниз здесь очень скользко и все это под наклоном мы вчера вечером проезжали там мимо там есть набережная ячинское водохранилище и набережная там тупик и вот мы проехались там скатились где-то обратно не могли выехать с той стороны пришлось выезжать на трассу потом там разворачиваться и мы обратили внимание что буквально ниже этой ракеты идут какие-то работы типа какая-то реконструкция то ли укрепляет вот этот вот берег то ли чем и точно не знаем ну возможно что чтобы она тут не смог не свалилась что ли фиг узнает берега укрепления до восток ссср восток вот самой первой части а это отцеплялась до отстреливалась это все топлива вот второй бак топлива а он ну там в той херни хорошо сказал да да это ужас вообще смелый человек раз полетел неизвестно куда очередь 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 чтобы умереть и не вернуться но это хорошо что он вот так скользко блин а я боюсь под нее ходить давай я не пойду на тебе камеру ну их серёжа но если что с ними там на видео из них снизу как она смотрится и видео привозили на вот такой штуки что по-другому не доставишь офигенно чё дальше не сполз до да очень скользко ну а мы ползем дальше буквально ползем потому что нормально уверенной ходьбой это не назовешь ой ну надо же как скользко прям вот мы немножко я лично расстроилась у меня упало настроение от того что мы не смогли в этом городе побывать всех местах каких хотели то что погулять невозможно ходить вообще невозможно от слова вообще невозможно поэтому мы ездили дороги нормальные но даже приезжая выходишь из машины ноги разъезжаются знаете страшно в этом возрасте уже упасть да в любом страшно рука нога он вчера серёга подскользнулся рукой махнул так что у него перестала болеть рука но ночью опять болела то есть а если упасть на локоть или на плечо на бедро короче все это дело такое опасное видите как как скользовато скользовато была бы другая погода мне кажется намного было бы проще веселее интереснее и когда у тебя уверенный шаг это лучше чем чем вот как эта погода когда не ступить ну что ракета посмотрели сейчас догуляем на улице посмотрим эти экспонаты и пойдем музей в общем мы ради этого и приехали сюда начитались про него и думали как здорово как интересно посмотрим ну то что будет такая погода ну не ожидали купол открывается автоматически обсерватории это то есть по времени вот это да а я бы хотела посмотреть сегодня в 11 потом в час надо будет сейчас узнать а вдруг мы успеем на как раз на час 12 раз музей пройдемся и успеем сюда вот он музей а вот эти штуки серёга это те которые отстегиваются или орбитальные станции смотри вот это вот я не знаю с какой стороны мы будем выходить поэтому решили посмотреть что вот это за штуки и простите скорость у нас сегодня видео будет длинным невозможно идти здесь ступенечки зайти можно это орбитальный объект станции не знаю что такое вот которая наверно летает макет сделан из дерева судя по его внешнему виду потому что он покрашен краской а это маленькая станция одна большая одна маленькая ой там внутри что-то находится а здесь вот смотри серёж прозрачная они вот вот в эти штуки летают летают залетают трудно подойти потому что очень скользко видите если заглянуть не знаю видно лет подушечки матрасики все отделано мягенько и вот такая маленькая ой а это детская какая-то станция орбитальная ну что теперь можно пойти в музей я не вздумала что вблизи они такие манюсенькие прямо совсем детские да ну что в музей под открытым небом мы с вами сходились погуляли а теперь пойдемте внутрь так серёга куда-то исчез я так понимаю что он исчез уже внутрь раздевала его на этом месте с вами прощаюсь и теперь бегом следующее видео кому интересно что находится в калужском музее космонавтики смотрите в следующем кино с вами была я магаданка Анжелина живущая в из калуги